Виноконьячный комбинат «Барза Албы» «Бельская жемчужина» основан еще в 1944 году. 6 июля правительство предоставило компании статус национального культурного наследия Республики Молдова. Подобно могут похвастаться еще два винодельческих завода – Крикова и Мелеш Тимич. Ежегодно комбинат производит более 1 миллиона бутылок алкоголя. Новый статус облегчит компании развитие, лишив возможности разливать «Белый айс» посторонним фирмам. Дубовые бочки для выдержки дистиллятов закупаются во Франции и Болгарии, а белые вина, которые служат сырьем для продукта, приобретаются исключительно в Молдове. Мы находимся в святая святых Барза Албы. Здесь ждет своего часа самый выдержанный дистиллят Бельского завода. Его залили в бочку еще в 1964 году. Через два года гурманов ждет сюрприз. На комбинате работает около 130 человек, которые создают более 40 разновидностей алкогольной продукции. В ассортименте дивины от трехлетней до пятидесятилетней выдержки. Я работаю в секции продукции, которая закончена в 1982 году. Я начинал это и работаю до 40 лет. Я контролирую продукцию, чтобы она была очень красивая и короткая. Вот это я. Я использую продукцию, чтобы она была очень красивая и короткая. Мы приместим продукцию до пахотари в Молдове. 60% продукции Барза Албы потребляется на внутреннем рынке. Остальное экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Самый крупный наш партнер это Эстония. Они у нас в год покупают около 300 тысяч бутылок и разного. Нет одного продукта, разные продукции. Конечно же Белый Аист, который всеми известный, всеми очень любим. А в нем знают все. Все и поэтому самый популярный это Белый Аист. Барза Алба это не только производственные линии, но и объект туристической сферы. Для желающих здесь проводят экскурсии и дегустации. За почти 80-летнюю историю Барза Алба завоевала более 200 наград. 80 из которых золотые медали, а 12 это гран-при. На прошедшем дне вина в Кишиневе 9-летний Дивин Спиранца получил золотую медаль. А 20-летний Кодру принес компании большую золотую медаль.